Допустимо ли делать пометы при чтении Священного Писания? Или такой способ применим только при чтении светских книг? Когда мы проходили церковную историю, были забавные случаи, когда находили какие-нибудь книги священные, и монахи, переписчики, изрядно заскучав от длительного и монотонного процесса переписывания, могли оставлять какие-нибудь пометы на полях. Там скучно, вчера был в бане у того-то, того-то, пили квас. Конечно, такие заметки оставлять не надо. Но если вы изучаете Священное Писание, и вас затронул какой-то фрагмент, затронули какие-то слова Христа, вы обратили на что-то внимание, очень даже полезно пометить себе эти места карандашиком. Потому что если они откликнулись в вашем сердце, наверное, на текущем духовном уровне, в текущей жизненной ситуации для вас это нечто важное. Кроме того, можно даже приобрести Евангелие Достоевского. Есть целое издание с Евангелием, с пометками Федора Михайловича. И вот Федор Михайлович, например, себя не стеснял в желании пометить что-то важное на полях или отметить какие-то фрагменты, которые он считал для себя самыми важными и нужными. Кроме того, есть любопытное издание Святого Евангелия, где в Евангелии красным текстом помечены слова Христа. Издается оно в Средицком монастыре, можете его приобрести. Это была задумка Владыки Тихона для того, чтобы люди, которые читают Священное Писание, особенно обратили внимание на то, что сказал им Христос. И особенно как-то в свою душу и в своей душе и в своей памяти для себя это отметили. Так что, видите, даже издательства православные иногда делают пометки в Священном Писании. Вообще, любое чтение книги, оно будет более продуктивным, если человек структурирует текст для себя и подчеркивает важное. Мы так лучше этот текст усваиваем. А Бог нас зовет изучать Священное Писание и находить в этом пользу для своей души. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok